Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Здравствуйте, дамы и господа, это телерадиоканал Страна ФМ. Пятница продолжается, и всё больше и больше красивых лиц в нашей студии. Всё-таки сегодня большой праздник. Да, моё скромное, улыбающееся лицо Лизы Калинина. И это ещё не всё. Друзья, у нас в гостях сегодня певица из Казахстана Гульнара Кашенова. Гульнара, здравствуй. Привет. Спасибо огромное, что ты к нам пришла. Такая красавица, певица, ещё и композитор. Автор песен. Да. Спасибо большое. Ты автор-исполнитель. Я пишу песни только для себя, композитор, не знаю, для меня как-то громко. Ну вот, автор-исполнитель. Я автор песен, да. Да, мы будем с тобой знакомиться. У тебя очень много успехов, в частности, в Казахстане. Ну, например, чтобы всем было понятно в нашей стране, ты принимала участие в «Голосе», но у тебя в стране, в Казахстане, да? Да, у нас есть версия, да, франшиза. Да, Казахстан-даусе называется. Так. Как ещё раз? Казахстан-даусе. Даусе? Да. Даус — это «Голос». Даус. Да. Типа «Голос Казахстана». Класс. Расскажи, когда впервые ты поняла, что твой голос создан для вокала? Как это произошло? Для сцены в том числе. Я всегда знала, что я и петь — это неразделимые вещи, но почему-то я думала, что этим нельзя заработать, и, возможно, нельзя... Но быть профессионалом. Да, профессионалом, да. Человеком в этом деле. Это было хобби для души, а сейчас я пою, я выступаю, то есть это основная моя деятельность. Только вокал. Ты из музыкальной семьи или... Нет, это вот, наверное, это одна из причин, почему я начала поздно заниматься музыкой, то есть они немного не понимали. А поздно это во сколько? Поздно это когда? Ну, последние 5-6 лет я, наверное, только пою, мне 28. А, то есть до этого у тебя вообще не было ни музыкального образования, ничего? Я закончила технический вуз, то есть я логистик по образованию по первому. Ничего себе, да. Магистр технических вузов. Ух ты. Скажи, пожалуйста, как это будет звучать на казахском, да, магистры технических наук? Техникалык, блин, магистры. А, ну всё понятно, всё очень, да. Ну смотри, только в 23 года, получается, ты начала свою музыкальную деятельность, то есть до этого ни музыкальных школ не образования? Я переехала из другого города, я училась в музыкальной школе, но я была избалованным ребёнком, своих родителей сказала, не хочу, не хочу эти диктанты, не хочу гармонию, всё, ухожу, папа, хорошо. Но я продолжала петь, я посещала кружки, я нашла своего педагога на одном из конкурсов, я познакомилась, Эмилия Вагановна, просто. Эмилия Вагановна, большой вам привет и большое спасибо. И ты продолжала свою действие, да? Да, я начала заниматься вокалом, начала участвовать во всяких конкурсах, фестивалях, мой вуз поддерживал творческую молодёжь, я выезжала на разные фестивали, конкурсы, и вот первый телепроект — это «Голос». Нормально, так стартовало сразу «Голосы», хорошо. Нормально, расскажи нам про успех «Голоса», как у тебя всё там развивалось? На самом деле, я не скажу, что я получила очень много эфиров, но посредством этих эфиров я познакомилась с очень многими музыкантами, продюсерами, да, и это дало старт карьере. И вообще решение переехать в другой город, в Алмату, начать свою карьеру как певица, наверное, после телепроекта. А как, получается, у тебя, ты прошла слепые прослушивания, у вас же такие же этапы, да? Там очень много этапов до эфиров. У вас дуэт там был даже очень красивый, да. Да, да, спасибо. То есть это был батл, но я решила, что это дуэт. Прослушивание, потом батлы, да? Да, то есть там отсматриваю, да, я далеко прошла. Да, да, да. Человека, который ничем не занимался до этого, ну, в плане профессиональной музыкой. Такие успехи. Мы сейчас познакомимся с Гульнарой еще ближе, потому что у нас в эфире сейчас прозвучит твоя композиция, которая называется «Душа». Как будет, кстати, по казахской «Душа»? Жан. Жан? Говори Жану. Это «Душа». А там ей, пожалуйста, песня «Душа» как-то. Ну все, смотрим и слушаем. Как-то так, да. Полетели. Снова летит душа, без мечты, без крыла, без любви, Лишь душа. Мир вокруг распахнулся не спеша. Вновь я повторяю вновь. Где? Где же моя любовь без мечты, без крыла? Я ищу лишь тепла, все ушло и осталась пустота. Но где бы ни была душа, с тобою навсегда, навсегда моя весна, без сна, без сна. Знаешь, что я люблю тебя, ты сердце и кота, пролетят метра года, я все равно твоя. Дождь стуком разбудит ночь, все мысли плохие прочь. Я останусь с тобой, буду каплей водой, не могу я принять, что ты не можешь. Ты снова найдешь любовь, но, но не надейся одно. Не испытать ту весну, ту весну не вернуть, не уйти от судьбы в этом суть. Но где бы ни была душа, с тобою навсегда, навсегда моя весна, весна, весна. Знаешь, что я люблю тебя, ты сердце и кота, пролетят метра года, я все равно твоя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, Гульнара Кошенова в гостях у «Страны ФМ». Замечательная певица, красавица и автор песен, между прочим, да. Да, это очень ценно для нас. Мы открыли тут секрет, что Гульнара достаточно поздно начала заниматься вокалом, и в семье как отнеслись к твоей такой переквалификации, так скажем? Причем на профессиональный уровень сразу. Ну я выросла, я стала зрела личностью. Принесла домой диплом, сказала, да? Да, я говорю, ну вот, я вот подумала, я переезжаю, они такие, ну если ты решила, мы не сможем тебе помогать, ты будешь сама одна в большом городе. Хорошо? А, то есть вот так сразу обговорили, да? Да, и все, все пошло по-моему. В большой город ты приехала, уже у тебя были песни, как получилось? Нет, я приехала вообще, первый год это было очень сложно. Гол как сокол, да? Да, 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 вообще в плане всего. У меня не было работы, в моем родном городе у меня были, как бы, хорошие заказы, да? Ну ты выступала. Работа, родители, да. Ну я выступала, но так, ну, у меня не было такой, скажем, сильной конкуренции, да? Ты была местной звездой, мега-звезда. Да нет, какая звезда? Нет, я пела кавера, это было все заново, когда ты приехала. То есть я еще поступила на обучение, надо было платить за учебу, вот это было очень сложно. Это уже второе образование? Да, второе образование, музыкальное, эстрадный вокал. Я попала к замечательному педагогу, это Лаки Кисогу, наш мэтр. Вот он помог мне во многом и морально, и вокально, да, и музыкально, он такой папа наш. Многих, кстати, артистов казахстанских он воспитал. Было сложно найти работу, потому что музыкантов очень много, это творческий город. Ну как-то чтобы реализоваться, да? Да, 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 то есть я вообще приехала такая, а куда? Что делаешь, что делаешь? Кто ты, что ты, да? Ну и как запустился этот процесс, как вот ты начала? На самом деле мне помогла моя академия искусств, там учатся музыканты. Все началось со знакомства, вот, кстати, один из музыкантов, который участвовал в бенде, да, на голосе, он учился со мной в параллельной группе, и он сказал, ты хочешь работать? Я говорю, я хочу работать. Он говорит, я тебя познакомлю там с командой, мне кажется, у вас там что-то получится. Все началось с лайвбэнда, то есть он тебе помог по факту, ой, как здорово, молодец какой. Посоветовал вообще. Тебе привет. Русик, да. За помощь, за первый шаг. Да, вот после этого началась моя карьера, как певица в Алма-Ате. Вначале мы исполняли камеры, разные там песенки, выступали. Потом что произошло, и ты начала сама писать, вот расскажи. Ты проснулась однажды в понедельник и решила, все, хватит, надо свой контент. Так, как-то песня, это сама пришла, кстати, это душа, это самая первая песня. Это первая, да. Это самая первая песня. Которую ты написала сама. И музыку сама. Да, как-то пришел мотив и текст, вот у меня всегда так все начинается. Крутится в голове вот какие-то пару строчек, и вокруг потом все обрастает, я не знаю. Стихи на каком языке, кстати? На русском, я училась в русской школе, казахский я знаю, естественно, но, наверное, не на том литературном, да, знаете, уровне. Я пишу, но у меня есть свои редактора, которые на казахском потом... Оформляют, помогают. Да, мысль оформляют как бы художественно, да. То есть... Ну, слушай, и вот, получается, у тебя начался вот этот вот проект с бэндом, и все стало как-то выруливаться, да? Да, после этого я попала в музыкальную тусовку. Вау! Это было просто для меня попасть на джемсейшн. Я увидела этих музыкантов, был джазовый фестиваль, у нас проходят несколько джазовых фестивалей в разное время. Приезжают музыканты со всех стран. Я думала просто, что я здесь делаю, да? Ну, в смысле, я еще не на том уровне, но я очень хочу. И я увидела, и думаю, все, надо заниматься, надо работать над собой. Молодец. Как здорово, да. Да, и все. Вот вам, друзья, краткий урок целеустремленности. Он, кстати, еще продолжится. Сейчас небольшая пауза, будьте в компании страны. Мастер-класс мотивации. Друзья, Гульнар Акашенова в гостях у страны ФМ. Между прочим, певица международного масштаба. Да, 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 да. Ну, ты знаешь, вот, мне кажется, в последнем выходе мы попросим от тебя несколько советов для вообще людей, которые начинают что-либо, потому что у тебя путь очень интересный и такой бесстрашный. Но прежде мы бы хотели, конечно, услышать, насладиться твоим исполнением вживую. Расскажи, что мы сейчас, с чем познакомимся сейчас? Это моя новая песня «Энергия любви». Я ее написала буквально вот-вот-вот. То есть у нас премьера-премьера. Премьера-премьера, она даже не записана еще, потому что я еще не слышу, там, может быть, бэк-вокал какой-то. Может быть, что-то добавлю. Возможно, вы мне подскажете. Возможно, конечно. У вас такой опыт прослушивания. Да, у нас есть опыт. Рома сейчас тебе даст несколько советов. То есть песня, ты написал ее вот-вот? Вот-вот. Буквально оранжировку мне прислал мой друг. Буквально тоже вот. Неделю назад. А что побудило тебя написать песню с таким названием? Вообще, любовь — это моя любимая тема. Не потому что я вечно влюбленная, а, мне кажется, это сила, которая спасет вообще мир. И вот про это, наверное, моя песня. Ну, хорошо. Мы-то только за. Сердце уже зашлось. Давайте прекратим разговаривать и обратимся к музыке. Давайте. С удовольствием. Она такая романтичная, лиричная. Я сила в мире там, что исходит из тебя. Энергия любви, сокрой твои глаза. Я сила в мире там, что не дает уйти в себя. Энергия любви, найти ее любя. Обыкновенная, обыкновенная. Я без тебя не знаю, как мне жить. Я просто светлая и бесконечная. С тобой я поднимаюсь ввысь. Обыкновенная, обыкновенная. И я иду вслед за тобой. Обыкновенная для всех. Но только не с тобой. Полетные стихи Они красивы и легки Часы нам не нужны. Объятия важны. Есть сила в мире там, Что не дает уйти в себя. Энергию любви Не объяснят слова. Обыкновенная, обыкновенная. Я без тебя не знаю, как мне жить. Я просто светлая и бесконечная. С тобой я поднимаюсь ввысь. Обыкновенная, обыкновенная. И я иду вслед за тобой. Обыкновенная для всех. Но только не с тобой. Обыкновенная, обыкновенная. Я без тебя не знаю, как мне жить. Я просто светлая и бесконечная. С тобой я поднимаюсь ввысь. Обыкновенная, обыкновенная. И я иду вслед за тобой. Обыкновенная для всех. Но только не с тобой. Обыкновенная, обыкновенная. Из диснеевских мультиков. Вообще, вот эту принцессу. Ты серьезный персонаж из этого «Холодного сердца». Знаменитая песня. Я заговариваюсь. Да, ты ее пела? У нас есть фонд, который помогает особенным детям. Фонд «Болошах» называется. Они проводят ежегодно благотворительные баллы. Там я пела, кстати, на казахском. Они озвучивают мультфильмы. Все диснеевские на казахском. Я пела основные 4-5 саундтреков. Вот у меня очень складывается картинка с тобой, ассоциацией. Я тоже услышала, думаю, оказывается, мой голос подходит. Что-нибудь помнишь из этого «Макакей-нибудь»? Что я пела? Ну ладно, перерывчик у нас будет. Да, я вспомню. Я пела, по-моему, «Храброе сердце». «Отпусти и забудь» я пела на «Универсиаде» у нас была. Это моя академия меня отправила на этот концерт. А еще я пела классные песни «Муаны». Надо вспомнить. Ой, «Муаны», слушай, это прекрасно. Тоже тебе очень подходит. Ты озвучивала и пела, что ли? Нет, я не озвучивала. Пела песни. Я пропустила какой-то конкурс, там они организовывали, чтобы... На озвучку. Я пропустила. Слушай, ну смотри, то есть получается, что ты шла на страх и риск. А сталкивались ли ты с такими людьми, которые тебе говорили, да не получится у тебя, да поздно, да все, да... Да, конечно, все говорят. Да? Я страшная, я толстая. У меня не... Это девочки говорят, как правило, да? Да нет, это все, знаете, музыканты, телевизионщики, все. А, ну это толстые, конечно, да. Все очень умные, понимаете, они все знают. То есть это все проходило? Конечно, ну как бы... И что, и как ты научилась реагировать? Наверное, с детства мне родители убили, что я самая-самая. Ой, какая прелесть. У меня папа просто вот обожает, любит. И как бы, наверное, это настолько укоренилось, что когда мне говорят, я говорю, нет. Друзья, любите детей. Врешь, любите, да. Мотивируйте их. Рассказывайте, что они лучшие. Просто я была, кстати, очень полным ребенком. Просто жирным. И как бы, я не считала, что, оказывается, я какой-то не такой ребенок. Там кто-то что-то меня обижало просто. То есть когда тебе что-то говорили даже на телевидении, что ты сейчас рассказывала, тебе по барабану ты не реагировала, да? Нет, ну естественно, я работаю над собой. Но иметь в виду, что ты не понимала близко к сердцу. Шла дальше. Да, бывают времена, когда опускаются руки, но это нормально. На любой работе, это не только для певцов, артистов, да. Всегда будут те, кто будет говорить тебе, ты там не очень. Не такой, да. Потому что вот я не смог, а ты не сможешь. Ну, ладно. Ну, у тебя энергия, аккумулированная папиной любви. Да, любовь. Любовь, да. Расскажи, сколько сейчас у тебя уже в арсенале песен? Вот если концертная программа, может быть, альбом уже готовишь? Альбом мы готовим с проектом. Это джаз-проект у нас есть, Саджан Проджект. Это композитор Саджан Шаменов. Мы готовим альбом такой этническо-джазовый, естественно, казахоязычный. Отдельно у меня есть свой проект, то есть это я, то, как я вижу мир. То есть они такие романтичные песни, такие девчачьи, наверное. Также есть у меня программа именно зарубежных и мировых хитов. На французском, на каком еще? Я пою на испанском, французском, итальянском, португальском, болгарском. Ты все знаешь языки или учила песни именно, да? Французский, английский я знаю. Какие-то тоже языки славянские я понимаю. И тюркоязычные тоже. Турецкий, азербайджанский. Я ездила недавно. Ну, проще сказать на том, на чем ты не поешь, да? Ну, видимо, так. Ну, мир такой большой, как можно не интересоваться этим всем? Учитесь, друзья. Точно. У нас хорошая песня сейчас в тему нашего разговора. Называется она «На всю планету Земля». Сергей Приказчиков, группа «Пицца» у нас прервет ненадолго. И мы скоро продолжим. Друзья, у нас в гостях сегодня Гульнара Кашенова, музыкант, певица, прекрасная девушка. Будьте с нами. Друзья, Гульнара Кашенова в гостях по-прежнему у «Страны ФМ». Мы разговариваем о музыке. Собственно, о музыке вот в Казахстане поговорили. Теперь музыка в России. Расскажи, какими судьбами ты в Москве, какие здесь проекты, с кем сотрудничаешь. Точно, партнерские отношения. В один прекрасный день в нашу Академию искусств приехал музыкальный продюсер, музыкант из Германии, из Москвы. Брэндон Стоун. Ох, хорошо знаем. Он проводил мастер-класс и отбирал, его пригласил наш ректор, нынешний министр культуры, кстати. Между прочим, да. Ну а Брэндон, да, он птица высокого полета. Вот, важное везение, кстати, тоже. Да, да, поступило хорошо. И не пропускать шансы, да, которые предоставляет судьба. Брэндон заметил меня. Я пела какой-то джазовый стандарт, не помню, Мисти, по-моему. Он отбирал молодежь для того, чтобы готовить к конкурсам. То есть наш ректор поставил задачу, вот надо выявить. Таланты. То есть человек международного класса, да, Брэндон? То есть он видит, что, как. В общем, он отобрал у нас группу из мальчиков. Они, кстати, участвовали в «Новой волне». Ух ты. Да. Ернарчик, я и еще, по-моему, пару человек. Вот он их. Буквально пару минут, да. То есть ты выходишь на сцену, он тебе говорит, вот, не вот так, а вот так. Настраивает, все, другая картинка. Вот, ну что за гений. То есть несколько советов, а уже совсем другой вид. И результат на лицо. То есть мы смотрим и видим, то есть все, кто сидели в зале. И буквально вот несколько советов, он мне очень помог. Да. Дальше мы начали дружить. Он даже подарил мне одну свою песню. Ух ты. Я сделала текст на казахском языке. Моя подруга, она у нас известная певица в Казахстане. Она тебе помогла. Да, это была моя первая песня, на которой я сняла клип своими силами. Как-то что-то. Ну, то есть я с этой песней выиграла конкурс даже в Болгарии. Слушай, сейчас сплошные конкурсы. Счастливая песня. Ты, по-моему, вообще не останавливаешься. Закончила еще следующая. До 30 нужно поехать на все конкурсы, потому что во многих там есть какая-то возрастная. Берегись Евровидение, да. Возрастная граница. Ну, на таких нету конкурсов? Мне кажется, на Евровидении нет. Нету. На основном ограничении там. Нету. В Брановский Банда и на других. То есть успеть. Успеть, потому что я узнала, что есть, оказывается, большое количество конкурсов, фестивалей, на которых я никогда не была. Срочно-срочно я узнаю, слышу. Что нужно, что как. То есть надо подавать везде себя. Где-то, да. Просто вбедешь. И есть какой-то опыт в конкурсах, наверное. Сейчас я знаю, что нужно людям. Примерно. Может быть, никогда нельзя быть уверена на 100%, но я примерно представляю, что там будет популярно. И душа, она всегда в моде. То есть когда ты что-то душевное, а души, да. Несмотря ни на что, несмотря на свое состояние какое-то, да. Но музыканты и музыкальные продюсеры, они помогают найти то, что вам подходит. Не всегда ты себя видишь со стороны. То есть ты-то себя видишь вот так, да. А не вот Брэндон мне помог в плане найти себя, наверное, да. Он сказал, вот нет, вот это тебе подходит, вот это нет. У него всегда очень все четко. И оно всегда верное решение. Я думаю, просто как. Как вот так он угадывает, да? Да, он говорит, вот такая оранжевка, вот она подойдет. Все, вот давай с ней. И с тех пор мы дружим. Так я появилась в России. Мы несколько раз пробовались на новую волну, но, к сожалению, не проходили. Пока так, но все впереди. Все впереди. Слушай, а еще же мы тут узнали секрет один, что знаменитый, ну, рэп-исполнитель, так его назвать, Джа Халиб. Там тоже есть твой голос в некоторых композициях, в частности, Медина, да? На самом деле я не знала, что это настолько круто, потому что, как бы, естественно, он известный рэп-исполнитель в России, у нас. Мой друг работает у него на студии, то есть они сотрудничают. Он исполняет там лейлу, припев, все его, наверное, знает, Маквин. Он как-то мне позвонил, говорит, заедь на студию, надо вот бэки прописать. Для кого, для чего, он не сказал. Все, приезжаю, и тут Джа Халиб, говорю, о, здравствуйте. Очень профессиональный парень, он знает, что он хочет. Четко, да, так все поделали? Да, меня позвали там для колорита казахского, то есть я там фольклорные какие-то мелизмы делала. Очень много дублей, очень много разного всего я прописала. Осталась, естественно, вот столичка, потому что, ну, как бы, это не основной голос, да, там, это оформление бэки. Но это был очень классный опыт. Здорово, конечно. Да, я познакомилась. У них, кстати, очень классная команда, у них все там, все продумано в видео. Профессионально, так четко, да? Я тоже посмотрела на себя, ага, надо вот, оказывается, делать, планировать. Учиться, учиться и еще раз учиться. Это ее девиз, дорогие друзья. Гульнар Акашенова в гостях у Страны ФМ. Мы желаем тебе развития в творчестве альбомов, концертов, клипов, потому что телерадиоканал все-таки мы. Да. Ну и приходи, рассказывай. Да, очень рада знакомству. Спасибо, может быть, и мы посотручим когда-нибудь узнают. Гульнар позвонит, скажет, Рома, снимись в клипе у меня. Запросто, да, я уже сейчас согласен. Спасибо тебе большое. Браво, спасибо, до новых встреч. До свидания. Пока. Лучшее в стране.